Об этом даже месяц, может, полтора назад нельзя было даже подумать. Конфликт, но конфликт в ближайшее время, я не думаю, что будет разрешен окончательно или еще как-то. Я думаю, что просто уже к зиме в российской экономике будут вовсю идти необратимые процессы. Вот я буду очень удивлен, если он это сделает. Но, тем не менее, я не думаю, что он пойдет на такую авантюру, как Тайвань. Поэтому Китай-то нахрен не сдалось иметь такого стратегического партнера. Да, нафига нам враги, когда у нас есть правительство такое замечательное и вообще вся наша элита такая замечательная. России враги не нужны. Криптовалютная биржа Bybit. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и получай до 4000 долларов при пополнении счета. Биржа Bybit. А также подпишись на наш криптовалютный YouTube-канал CryptoFamily, в котором мы держим в курсе, как зарабатывать деньги на криптовалюте и как сохранить в кризисное время. Всех приветствую. Меня зовут Юра Франциско. Это программа, которая стоит вашего времени как самого главного ресурса в столь сложный период. И сегодня у нас аналитик не только финансовых рынков, но и геополитическая ситуация. Степан Геннадьевич Демура. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Начну с такого интересного вопроса к вам. Главный, оказывается, партнер Украины находится в Москве. Союзник, я бы даже сказал. И имя ей Набиулина. Учетная ставка 20%, а значит банки будут продавать по 26-30. А значит производство будет останавливаться, ибо невыгодно. Что вы можете сказать по этому поводу, и насколько на сегодняшний день вы можете оценить те санкции, которые есть, как единственный такой очень мощный метод по остановлению всего, что несется? Ну, Набиулина, это, скажем так, известный персонаж, да? Она известна своей неподкупностью и профессионализмом. Правда, агентство Фич и Мудис считают наоборот. Ну, вот смотрите, ставка 20 давно прогнозировалась. Почему 20, а не 18 или не 22 она сделала, не знаю. Ну, может быть, хотела сделать приятное, хорошим человеком. Потому что, слушайте, вот вы вводите валютный контроль, да? Нахера вам ставку поднимать для защиты национальной валюты? Причем тот же опыт Турции показывает, что что ты ставку не поднимаешь, что не опускай. Национальная валюта все равно будет падать и обесцениваться, если на то есть макроэкономические причины. Ну, поэтому Набиулина у нас вот такая Набиулина. Да, ничего с этим не сделаешь, это на самом деле, я это называю кудриномикой. После товарища Кудрина есть такой еще перчик. У нас сводится к тому, что когда экономике плохо, ей нужна ликвидность, они поднимают ставку, убирают ликвидность. А когда экономике хорошо и ликвидности особенно не нужна, они ликвидность предоставляют. Ну, вот так вот, с точностью до наоборот. Потому что, ну, посмотрите, например, что делают все развитые страны более-менее, когда начинается экономическая жопа, да? Они снижают ставку, они заливают экономику ликвидностью, они снижают налоги и тому подобное. Но Россия делается с точностью до наоборот. Вот, поэтому, ну, скажем так, от монетарных властей и фискальных ждать какой-то помощи экономике, ну, бессмысленно. Кстати, это хорошее надеяние. Стабильность рубля и стабильность финансовой системы. Ну, блядь, о какой стабильности финансовой системы вы говорите, если вы подняли ставку, да? Это грядет огромная безработица, резкое падение уровня жизни и доходов и тому подобное. Ребята, будут огромные дефолты по кредитам, по ипотечным кредитам, по потребительским кредитам. Поэтому, как они будут с этим разбираться при такой высокой ставке, я не знаю. Но это все делается, конечно, не от большого ума. Так вот, мы поэтому и подумали, что тут, ну, как не от большого ума, тут, может быть, холодный просчет. А, понял. Вы считаете, что Набиуллин нацпредатель? Я говорю, я... Коллаборант Запада. Главный союзник Украины находится в Москве. Набиуллина зовут. Ну, что непонятно. Ну, в принципе, она может и как-нибудь с жовто-блокитной брошью на заседание ЦБ прийти. Вполне допускаю. Ну, просто, понимаете, те меры, которые принимаются, ну, смотрите, санкции мировые, да? Они поджимают и склоняют, что слушайте, что вам говорят, иначе вы видите, что будет. Но тут и санкции не нужны, когда внутренняя политика вот такая, которая, да, противоречит... В этом давно говорилось, что нафига нам враги, когда у нас есть правительство такое замечательное, и вообще вся наша элита такая замечательная. России враги не нужны. Они уничтожат страну и без внешних врагов. В общем, что и происходит. Итак, подскочила новость, что в Херсонской области уже вводят рубли. Мол, та же схема ДНР-ЛНР, сейчас Херсон. Херсонская народная республика. Как вы можете это прокомментировать? Это уже понимание того, что все пошло не по плану и все не скушать. Будем по чуть-чуть отщипывать, да? И по области восстанавливать? Ну, я думаю, это как раз вот то, что... Ну, не с тем, что вы сказали. Ну, все пошло, скажем так, явно не по плану, да? От слова совсем. Причины мы уже с вами в прошлый раз обсуждали. Ну, что теперь остается делать? Теперь остается довольствоваться тем, что цапцарапнули. И начинать на этих территориях что-то делать. Причем, вы поймите одну простую вещь. Тоже вот много раз говорилось и обсуждалось, что... Вот все эти, ну, скажем так, мероприятия, да? Они очень хорошо финансируются из бюджета. Поэтому те ребята, которые эти мероприятия начинают, они сидят на огромных финансовых потоках. И поскольку так сложилось, что в вертикальной власти никто ответственности не несет, за счетом стрелочников, этим ребятам абсолютно пофиг, что происходит на земле. Им главное, чтобы шли финансовые потоки под определенные цели, под которыми стоит подпись Верховного Божества. И они на этих финансовых потоках сидят и хорошо их пилят. Есть возможность там, скажем, потратить еще хулярт рублей на Херсонскую Народную Республику. Пусть даже она будет на бумаге и тому подобное. Замечательно, тратим. Проводим какой-то комплекс мероприятий, которые не продуманы и тому подобное. Но все эти мероприятия нужны для того, чтобы в ведомости поставить галочку. Бабки потрачены, мероприятия произведены. Все. Понимаете, ничего, скажем так, такого сакрального или хорошо спланированного, на мой взгляд, за этим не стоит. Как и за всей этой авантюрой. Поэтому ситуация, на мой взгляд, в Украине она будет заморожена. Сейчас ее морозят. Такой, знаете ли, вяло клеющий конфликт, я думаю, заморозят надолго. Ну, просто для того, чтобы в Европе всегда было место, которое можно было очень быстро поджечь. И использовать для своих целей. Элементарная, в общем, такая геополитика последних 200 лет. А вот на каких условиях будет морозиться конфликт, ну, это уже зависит, я думаю, от украинцев. Потому что с каждым следующим днем экономическое и военное положение России, на мой взгляд, ухудшается и ухудшается очень быстро. Поэтому, чем дольше, скажем, тянутся переговоры, тем больше, что ли, тем сильнее становятся переговорные позиции украинцев, на самом деле. Но конфликт в ближайшее время, я не думаю, что будет разрешен окончательно или еще как-то. В ближайшее время, я имею в виду, там, в ближайшие 2-3 месяца. То есть, он может быть заморожен. Я думаю, что просто уже к зиме в российской экономике будут вовсю идти необратимые процессы. И там уже вполне возможно, что даже на войну денег не будет. Я уже не говорю, даже не столько денег, а сколько материально-техническое снабжение, топливо и того подобного. Ну, вот этого и ждем, чтобы это все закончилось именно по этим причинам. Не потому, что люди закончились, там, еще что-то. Потому, что не за что. Не за что. И вот этот вопрос, кстати, именно к вам. Это ваше любимое выражение. В итоге холодильник либо телевизор побеждал телевизор. Но уже с такими санкциями очень скоро может настолько... А холодильник-то еще пустым не был, понимаете. Был таким, знаете ли, полупустым. А теперь холодильник очень быстро становится абсолютно голым. Ну, вот здесь вот у телевизора, я думаю, начнут серьезные проблемы. Итак, еще одна финансово-экономическая новость. Сейчас рынки растут глобально по миру. То есть там в районе 24 февраля рынки чуть-чуть скорректировались. Незначительно. И вы тогда дали комментарий, что финансовым рынком в мировом масштабе... Еще раз напомню нашим телезрителям. Вам нельзя говорить война. Поэтому мы в эфире для того, чтобы как бы не наделать делов по вашей сторону и по вашей души не пришли. Мы не будем пользоваться этим словом исключительно с этой. Потому что у меня тут все по-другому. У меня тут сирены где-то летают. Тут я улыбаюсь уже. Потому что первые два дня... Как нам скажут. Вы же ведь это самый... Хорошо, я ходил в первые два дня. И после этого... Вы же вот типичный жиду-бендеров-оцист. Я так. Да. Я не скрываю. В баню когда ходил и на Крещенские морозы пошел купаться. Все все видели. После этого не скрываю. Главное, что на пол шестого. Только девочкам не показывайте. Подубить не буду. Так какой у нас вопрос. Да. Так вот. Прошлый раз мы когда с вами говорили. В районе 24 февраля рынки скорректировались, но не сильно. И вы тогда дали очень резкий, но очень меткий комментарий. А рынкам все равно. Только другими словами. То есть по факту мировым рынком этот военный конфликт было, ну так, мягко сказать. Да. Но в преддверии-то поступает все так дальше из разведки, что все-таки готовится нападение на Тайвань. И Китай таки пойдет. И вот тут следующий вопрос. Нет? Не думаю. Я, честно говоря, тоже не думал, что первым начнет Путин. С Китаем я думаю, что они сейчас срут кирпичами, условно говоря, и сидят очень ровно на жопе, посмотрев на то, что Запад сделал с Россией. Потому что Запад совершенно однозначно сказал Китаю, что, вы знаете, нам как-то насрать на наши экономические проблемы. Мы их сами решим без вас. Но если вы рыпнетесь на Тайвань, мы сделаем с вами то же самое, что мы сделали с Россией. И они таки сделают. Вопрос в том, дошло ли это до китайского руководства. В общем, поняли они, посыл или нет. Но как-то у меня остается впечатление, что посыл они совершенно четко поняли. Хорошо. Вот это вот содействие Китая-Россия возможно ли? Потому что по товарообороту уже Америка в первую очередь, а Россия занимает не столь существенную долю. Вот смотрите, я думаю, что, опять же, это мое личное мнение, что была определенная договоренность между Путиным и Си по поводу операции в Украине. Что, типа, Китай закроет глаза, может быть, как-то подстрахует Россию в совбезе ООН и тому подобное. Потому что, наверное, Путин ему обещал, что мы там за 3-4 дня возьмем Киев. Украинское население будет нас встречать цветами и тому подобное. Вообще все будет. А потом мы Западу, типа, сделаем предъяву в натуре. Они вернут общак, все остальное вообще. Ну и, разумеется, такое. И обосрутся главное. Разумеется, такой сценарий очень воодушевлял товарища Си, потому что, судя по всему, он намеревался и намеревается, а может быть, даже сейчас где-то своих... Устроить то же самое с Тайванем. Я думаю, что, в общем-то, там первые несколько дней товарищ Си действительно выступал, скажем так, против НАТО, что во всем виновата НАТО и тому подобное. Ну, стандартное заявление. Но потом товарищ Си увидел, что как-то что-то по плану не идет. И как-то не очень хорошая картинка транслируется на Запад. И что-то как-то он не очень хочет быть к этому примазан. Ну и плюс разговоры, переговоры между американцами и китайцами, которые прошли на прошлой неделе в Ватикане. Я прошу прощения, в Риме. Я думаю, там китайцам все популярно, так дословно объяснили и сказали, что если так, то так вот думайте. Поэтому, на самом деле, даже если вы посмотрите на экономическую ситуацию политическую в Китае, там полная жопа. Реальная жопа. Вот если не смотреть на всю эту китайскую пропаганду, ее не читать, то там реальная жопа. И, как вы правильно что-то отметили, ну, китайцы посмотрели, наверное, на объем товарооборота с Россией. На те, скажем так, возможно, какие-то геополитические пряники, которые они могут получить. И на те пиздюли, которые могут агрести. Здесь называть вещи своими именами. Посмотрели на товарооборот с США, с Евросоюзом. Посмотрели на то, как поразительно сплотилась Европа. Причем Китая уже Сорос подтянул, между прочим, товарища Си, к товарищу Путину вагончиком. Ни много, ни мало. И я думаю, что они серьезно задумались, а нахрена нам вообще-то нужно? Где, скажем так, экономические выгоды, которые могут получить китайские компании, попытаясь занять, скажем, какую-то долю рынка в России из-за того, что многие компании покинули страну. И те, скажем, геополитические какие-то... Ну, я не знаю, какие даже они могут себе придумывать. Плюсы, которые могут они получить от поддержки или сотрудничества с кремлевским режимом. Я думаю, они сделали правильный выбор. Потому что, ну, Си, конечно, он коммунист. Ну, как он, типа мафиози, да? Для него, в общем, власть любой ценой есть единственная цель. Потому что, судя по всему, как и Путина, власть отречисляется физической жизнью. Но, тем не менее, я не думаю, что он пойдет на такую авантюру, как Тайвань, и на такую авантюру, как прямая поддержка Путина и, скажем так, явное нарушение санкционного режима. Вот я буду очень удивлен, если он это сделает. Ну, что же с ним сделать? То же самое, что с кремлевскими. Ну, так таковать же и ничего не сделать. Цитата Лаврова. Хотите улыбнуться? Давайте. По поводу санкций. Он сказал, никто не мог подумать. Что значит никто не мог подумать? Чувак, ты не те блоги читаешь и не тех аналитиков слушаешь, дружок. Во-первых. Во-вторых, вы извините, но, по-моему, месяца полтора назад сам Путин просил, чтобы ввели все санкции сразу. Ну, что, Запад ответил на его просьбу положительно. Ввели все санкции сразу. Что тут не те, подождите, это еще не все. Там еще есть. Ну, по большому счету уже все. Дальше будет только санкции, которые будут применяться к тем, кто не соблюдая санкционный режим. А по большому счету уже все введено. Понимаете, вот, ну что можно там? Ну, можно еще пару, несколько банков отрубить от свифта. Нефтесервисные компании вышли из России. То есть, какие-то проблемы очень скоро начнутся как с добычей, так и с нефтепереработкой. Ну, это можно ускорить, скажем, запретив импорт в Россию, там, катализаторов, еще что-то, еще что-то. Ну, и так уже это, понимаете, запрещено практически. А как можно? В основном, масса санкций уже введена. Просто они же не могут действовать сразу. Нужно какое-то время, чтобы для всех вдруг дошло, что, опа, какая жопа. Вот. И мы на это ставили тогда, в прошлый раз, когда с вами говорили, там, ну, пару месяцев хотя бы. Ну, да, чтобы начало доходить, скажем так. Ну, это дойдет, сначала дает до простых, да, россиян. Вот. А до верхушки дойдет не сразу. До верхушки доходит вообще не сразу. Они обычно последними, да, как и экспоненты, да. Так вот и вопрос. Так, хорошо, опять страдает простое население. Вот, кстати, как вы можете прокомментировать, что массово бегут из Крыма россияне, Керченский мост вроде как должны сейчас перекрыть, там, что тысяч человек, и не выпускают? Не знаю, я, честно говоря, не знаю, потому что, ну, не слышал и не отслеживать вещи. Ну, скажем так, я повторюсь, что и говорил много раз, с точки зрения международного права, с точки зрения международного права, Крым это оккупированная территория. Если вы или кто-то еще приобретает там недвижимость, новоподобное, то все это может в один прекрасный день быть легко конфисковано, а вы можете оказаться за решеткой. Вот. А до этого же Путин что сказал? Русские банки заходите работать на территории Крыма. Это было буквально... Потому что на банки, на компании уже ввели санкции. Все, куда дальше? Теперь, да, они могут заходить на территорию... Тогда же ведь как было? Кстати, был очень хороший пример наличия суверенитета у России, да? Когда Германа Грефа, по-моему, года два или три назад главу Сбербанка спросили. А уважаемый товарищ Греф, а почему вы не работаете в Крыму? А что Греф сказал, что с ума сошли? Тогда на Сбербанк наложат санкции, и это называется пипец всей экономики России. Это называется суверенитет над территорией, когда твой главный банк не может на этой территории работать. Да, на минуточку. Или вот как русал в свое время американцы отжали. Ну, не в этом дело. Поэтому, да, могут работать, чего? А что им еще может угрожать, скажите, просто? Ничего, уже все наложили. Ну да, все, в принципе, уже произошло поздно. А вот еще такой вопрос. Смотрите, когда-то разваливали Советский Союз, по итогу его развалили. Были страшные 90-е. И это были те страшные как раз времена, когда формировалась нынешняя правящая элита России. Она ведь сейчас формировалась в 90-е. И что получает Запад? Получает вот тех выходцев с 90-х, которые сейчас у руля. И вроде оно так весело, когда говорим, а по факту ведь сахара там уже почти нет. И офисные бумаги заканчиваются вот сейчас. Так это еще, подождите. Это на самом деле, не обрадую вас здесь. Это просто проблемы с ажиотажным спросом и логистикой внутри страны. На данный момент. А вот скажем, что будет со следующей посевной кампанией сахарной свеклой? Это вопрос большой. Вот. Я про это и говорю. Это будет через год. Да. И мы опять приходим к тому, когда и формировались те самые личности, которые стоят сейчас у руля. Потому что они привыкли, как было тогда. И вот сейчас к этому и приходим. Тогда был сахар. Да и сейчас оно не сахар. Как это можно прокомментировать? Как это лечится? И есть ли тут противоядие против этого всего? Ну, во-первых, слышны такие разговоры сейчас в России все больше и больше. Ну, 90-е, пережили 90-е. Сейчас не будет 90-х. По одной простой причине, что, скажем, в 90-е или даже в 98-м году еще была, особенно в 90-е, еще была, во-первых, жива какая-то экономическая инфраструктура совка. Да, пусть она была неэффективна, пусть она там была, ее продукция особо никому не нужна, никому не конкурентоспособна. Но это вторично. Первичное в данной ситуации это то, что эта инфраструктура экономическая и логистическая, она худо-бедно как-то могла, скажем так, обеспечить относительную безопасность экономическую продовольственную страны. Я не беру, что там, скажем, мы импортировали зерно и тому подобное. Сейчас же, сейчас же, практически через 30 лет, на территории Российской Федерации проводилась очень простая политика. Она очень хорошо описана у товарищей Осмолова и товарища Дерипаски. Так, знаете, у них есть семенальный труд. Называется «Утилизация России», по-моему, 2006 года или 2007, уже не помню. Ну, он есть, в инете можно его подсчитать. Сделалось тому, да, у нас есть нефть, газ и какие-то еще полезные ископаемые. Все остальное мы будем продавать, все остальное купим. Все, что нужно, мы купим. Но в результате экономической политики и фискальной политики, индустрия и экономика на России просто не конкурентоспособны. Поэтому все производства, они, ну, сдохли. Просто сдохли. И Россия полностью, как, в общем, сырьевая колония, встроилась в международное разделение труда. Наша часть добывать полезные ископаемые. Ваша часть производить нечто с высокой добавленной стоимостью, что мы будем покупать за вырученные деньги от продажи полезных ископаемых. Все остальное у них конкурентоспособно, оно уничтожено. И все производственные цепочки на России, в том числе и фарма, в том числе и сельское хозяйство, они очень сильно встроены в международное разделение труда. И вот эти цепочки обрывают. Никакой возможности для импотрозамещения в России не существует в принципе. Я уже не говорю о том, что, ну, наверное, уж как минимум два поколения инженерно-технических кадров, инженерно-технических школ, они просто уничтожены и выбиты. Их нет, некому даже учить того, кто хочет, скажем, научиться. И вот какие вжог в 90-е здесь пройдут. Здесь не будет 90-е, здесь я даже, здесь будет Венесуэла. Правда, в Венесуэле климат хороший. И сколько растет? Вопрос. В США хотят заблокировать золотые резервы России на 132 миллиарда. Какие последствия? Раз, и второе, вот открылись торги, но рубль устоял и так сильно не провалился, как прогнозировали. Да, он не торгуется практически, ну что, биржа закрыта, акции не торгуются. Ну, была такая предпосылка, что при открытии торгов рубль массово побежит в золотые, в смысле, в голубые фишки, да, вот условно говоря. А как он побежит, я просто, еще раз, я московскую биржу не отслеживаю, особо не торгую на ней с восьмого года, но я вот сейчас посмотрел на индекс РТС, по-моему, на месте стоит. Я не знаю, открыты торги, торги акциями или нет. Сейчас смотрим индекс РТС. А что с блокировкой золота, как думаете, повлияет это? Ну, как это, еще раз, это вот, есть такой хороший анекдот про Вовочку и учительницу. Ну, пятый класс, там учительница что-то объясняет, потом спрашивает у детей и проверяет, как хорошо они поняли материал. Нет, упал индекс, Симон Геннадьевич. И учительница что-то спрашивает Вовочку, Вовочка ей очень грубо отвечает, на что она говорит, что Вовочка, ты мне в душу плюнул, а Вовочка мерзавец. Ей говорит, Наталья Владимировна, душа для того и создана, одним плевком больше, одним меньше. Так и здесь, понимаете, ну, 300 ердов заблокировали, ну, сейчас еще там 130 заблокируют. Ну, это уже все мертвому при парке. Угу, не повлияет. Хорошо. Нет, оно повлияет, понимаете, но это уже не шок, да, оно просто послужит, ну, дополнительным, что ли, толчком к возможным каким-то потрясениям на валютном рынке России, скажем так. Смотрите, вот Байден сейчас будет, во время поездки в Европу, будет объявлять о санкции против депутатов Госдумы. Вот еще такой вопросик. Все-таки, когда уже пойдет очень массово, когда уже полностью всех, все окружение и родных и близких и так далее, ну, прям зажмут, уже личностно каждого даже. Вот как вы думаете, а это может все-таки сдвинуть глыбу и полностью перекроить всю властную структуру в российских управляющих элитах? Ну, смотрите, чтобы что-то перекроить, должен произойти либо дворцовый переворот, да, как, скажем, это было в Казахстане, либо государственный переворот, как, скажем, это было в случае с Майданом. Низы, низы, я думаю, что через месяц-два, может быть, три вполне будут готовы выйти и погузить на улице. Ну, опять же, так называемые низы никогда ничего не решали, да, они просыпались, видели, скажем, утром новую морду в телевизоре, ну, им было насрать, да, еще великие писатели писали, что, да, здравствуй, там, народ безмолвствует, короче. Для того, чтобы это получилось, нужна, что-то, какие-то изменения произошли, нужна, соответственно, руководящая, направляющая силы общества, выражаясь советским диалектом, которые используют вот это вот недовольство низов просто как массовку. Ну, вот вопрос, сформируется ли в России вот это вот руководящая, направляющая силы, потому что обиженных и опущенных среди, скажем так, так называемой элиты, очень много сейчас, да. Просто я вот замечаю такую нехорошую тенденцию, что люди, которые, там, имя царя-батюшки раньше по телефону произносили шепотом и с благовением, ну, теперь или не жалеют матерных слов в разных комбинациях, им уже насрать, слушают их или не слушают. Вопрос в том, смогут ли они выразить свои интересы сколько-нибудь разумным способом. Не уверен, не уверен. По поводу, вот, вашего видения с той стороны, как здесь все это происходит. Мы видим одну картину, по которой Украина сейчас имеет огромное преимущество, она побеждает. Но приходят такие ласки, что пока нет. Вам еще до победы очень долгий путь кровавого предстоит, на самом деле. Вот тогда расскажите, что, как вам это видно, потому что... Я вам сказал, что конфликт морозит, понимаете. Конфликт морозит. Все эти сказки про то, что там может случиться прямое противостояние с НАТО и начнется третья мировая война, там, ядреная война цивилизаций. Но это бред всем выкобылы, к большому счету. Это, как знаете, нас тоже пугают ядерной зимой. Я вам скажу, что, скажем так, те оценки, которые делались, они пошли там с конца 60-х годов, что ядерная зима и тому подобное, это чушь собачья. Это просто были пропагандистские оценки, которые, ну как вам сказать, они не имеют никакого отношения к действительности. Более того, вот если взорвать весь арсенал США и России, цивилизация не погибнет. И никакого выброса такого огромного, чтобы случилась какая-то жопа в слоях атмосферы, наступил голод, не будет. Но, тем не менее, вот нас кормят этими сказками. Зачем кормят? Чтобы заморозить конфликт. Потому что, смотрите, народ на Западе разогрели картинками, да, народ требует там и бесполетной зоны, и того, чтобы НАТО ввязалось войну. Ну, молодцы, ребята, вы, скажем так, наверное, читали Ницше, да, сделали, молодцы. Но теперь-то что вы с этим будете делать? Вы же срётесь и не хотите никуда входить. Они даже не срутся, они просто замораживают конфликт. Просто тупо замораживают конфликт. Чтобы заморозить конфликт, обе стороны нужно какими-то рычагами подтолкнуть к нахождению взаимоприемлемого решения. На данный момент, на данный момент, условия Украины, они несовместимы с условиями кремлёвских. Значит, будут двигать обе стороны, понимаете? В том числе и Украину. К нахождению компромисса. То есть, скажем, вот Украина уже, на мой взгляд, сделала серьёзный шаг, сказав, официально заявив, что да, в НАТО нас не ждут. И нахрен мы там что-то забыли. У нас будет типа нейтралитет. На самом деле, офигенный шаг в сторону кремлёвских. Но кремлёвские же не хотят это принимать, да? Они же хотят новое правительство в Украине, признание Крыма, ДНР, ЛНР. Хотелки у них такие. Значит, наверное, я думаю, что через неделю, через две, в зависимости от ситуации на Земле, как она складывается, она, судя по всему, складывается далеко не в их пользу в данный момент. Они изменят список своих хотелок. Но и вас будут толкать, скажем так, ну, каким-то даже, ну, не хотелось бы называть, говорить жертвам, но каким-то изменением и риторики, и позиции. Скажем, ну, вот, там, ДНР и ЛНР там не признаем, а вот, скажем, Крым мы признаем, и, скажем, Украину, Украина станет федеративной республикой, например. Зачем это нужно, потом узнаете, но, понимаете, вот, а чтобы как вас можно оттолкнуть? Да, вы сейчас опаяны победой. Да, на поле брани, ну, вообще слов нет. Просто красавцы. Но ведь это же все можно как-то затормозить и, скажем, дать и противнику шанс. Да, а как Запад может сделать? Ну, с самолетами вас послали, да? Сейчас вас, значит, начнут посылать с какими-то более такими системами вооружения, которые вы уже используете. Всячески давая понятие, намекая, что так, ребята, давайте это самое, тут, головокружение от успехов уберем, вот, нам нужно конфликт заморозить. Вот нам сейчас, Европе, там, ну, Запад, нужно прекращение огня. Потому что картинку вы уже сделали, все прекрасно, аж в Эбельсоне, в Международном экономическом форме чунки все уже забыли. Новое зло это у нас теперь товарищ Путин и вообще Россия, ну, и заодно к нему уже подтащили Китай. Так, все, картинка зафиксирована в умах обывателя, замечательно. Теперь мы должны показать, что, типа, мы вот рулим, и мы способны эффективно проводить внешнюю политику. Для этого конфликт нужно заморозить, достичь мирного соглашения. Разумеется, за счет России, за счет Украины в том числе. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, как бы, это самое, да, вернитесь на землю грешную. Вы, конечно, молодцы, но вы никто. И мы никто, по большому счету, в этой игре. Просто это надо понимать и не строить, и не иметь каких-то иллюзий. И не кричать потом, вот, зелье, он там кого-то предал, еще что-то, еще что-то. Потому что сейчас политика, это искусство возможно. Он подпишет, будут кричать, что... Вы про это сейчас? Ну, да, потому что политика, это искусство возможно. Абсолютное большинство населения этого не понимает в принципе. Это первое. И второе, ну, я так отслеживаю то, что делает сейчас Украина. Ну, правильно они сделали, сказали, что любые, скажем так, концессии и договоренности с Россией мы будем выносить на референдум. Я вам хочу сказать, что если это будет выноситься на референдум, да, значит, Западу придется принимать какие-то, наверное, очень непопулярные меры, чтобы украинский референдум прошел в том русле, которое нужно Западу. Сейчас тут будет очень много чего неожиданного и странного происходить, я думаю. Кстати, вопрос по референдуму, это очень интересный вопрос, потому что физически... Ну, как его реально сейчас проводить, да, в такой обстановке? Это возможно. Как считать? Вот я просто обсуждать. Зеленский сделал такое заявление? Сделал. Абсолютно правильное заявление. Как проводить, что проводить, кто будет голосовать? Это уже, знаете, будет отдельно интересной историей, на мой взгляд. Ну, подождите, но тогда получается, что, ну, вы же проголосовали, кто как посчитал, это следующий вопрос, это безумно важно, да. Но это же будет, знаете, как коллективная ответственность. Ну, это же вы проголосовали. Ну, коллективная ответственность, коллективное приятие. А что вы хотите? Да добро пожаловать в демократию. Да, коллективная ответственность, коллективное приятие. Не приди Господь, еще после этого случится обычный раскол страны на восток и западенцев и тому подобное в результате голосования. Я вам еще раз говорю, серьезно, я думаю, что здесь сейчас будет такая игра вестись против обеих сторон, против России, против Украины, чтобы таки как-то уже заморозить конфликт, что мам не горюй. Ну, в принципе, тезис понятен, да, чтобы не довести до вступления там НАТО, мировой войны, ядерный, бла-бла-бла. Да, это пугалки с обеих сторон. Давайте это все заморозим и так подобное. Это пугалки с обеих сторон. Да, они в выпитых условиях, но я почему-то тезис-то затронул по поводу того, что... А давайте референдум, а давайте вот как бы вот... Почему это важно? Потому что по субъективному ощущению и оценке, то вопросы, которые принимает большинство, потому что нужно понимать, что человек, который пережил бы бандировку в Харькове, в Мариуполе, одессит и человек, который ничего по факту не видел в Западной Украине, потому что там было тихо. Вот-вот-вот. Это разная история. Как может приняться взвешенное, правильное, мудрое решение? Должны профессионалы принимать такие решения? Вот, давайте спросим, вот человек, чем ты занимаешься? 10 часов в день заправляю машины. И вот давай у тебя спросим по геополитике, как нужно поступить. И к чему это приведет? К катастрофе. Поэтому вот эта вот история... А давайте референдум проведем? Давайте. А кто будет голосовать? Там охозяйки, таксисты, заправщики. Все будут голосовать. Ну, вот вы увидите результат. Это я просто к чему? Я к тому, что... Я не то, что в зале против или мы, но есть же ведь безумно талантливые люди, у которых профессия, которые всю жизнь потратили на то, чтобы разбираться в этих вопросах и принимать правильные решения, взвешенные, мудрые, на 10 шагов вперед. Нет, это абсолютно никак не связано с квалификацией, либо еще с чем-то. Это, как вы правильно сказали, коллективная ответственность, что, скажем, того же Зеленский. Я не хочу становиться политическим трупом, чтобы меня называли потом подателем Родины. Поскольку он между двух огней. С одной стороны, Запад, который на него давит сверху. С другой стороны, это украинский народ, который давит на него снизу. А еще раз, он политик, да? Вот он уже сформировался, на мой взгляд, как политик. А политик – это искусство возможного. В том числе, ну, нужно как-то свою жопу тоже прикрывать. Лучше прикрытие по референту. А уж потом будем жить с результатами этого референта. Хорошо. Ну, если разговор, там, Си Цзиньпинь, да, вот, общается по очереди со всеми мировыми лидерами. И тут вот, и с Зеленским. Вот эти приговоры. То есть, он заверил, что мы вооружениями не помогаем России. И это ключевой вопрос. Потому что, если мы становимся вооружениями на сторону России, то это, извините, уже перестановка вектора силы по миру. Это немножко уже не то. Нет, это не перестановка вектора силы по миру. По миру – это просто изменение вектора пиздюлей. Он смещается с России на Китай. Ну, назовем, да, окей, хорошо. Назовем это так, окей. Да. И все равно с них спросят. Так в итоге определяйтесь, вы с нами или с них. Уже спросили, уже спросили. И что говорят? Ну, судя по всему, судя по тому, какие телодвижения начались, и что прошла, скажем так, неофициальная встреча Блинкина с послом Китая в Вашингтоне. Неофициальная в том виде, что просто посол Китая пришел в Белый дом и попросил аудиенцию Блинкина. Вообще неофициальная. И судя по всему, что он там говорил, что, типа, ребята, мы вообще не хотим быть никуда примазанными, идите все в жопу, мы за мир во всем мире. То есть китайцы же, они такой жутко жадный, азартный народишка, да? Поэтому, да, они видят возможности вот срубить по-быстрому бабла на рынке России, да, откуда ушли многие компании. Это, с одной стороны, конечно, они хотят всячески еще ослабить Россию, чтобы потом, может быть, было легче что делать, но... А что делать-то армии? Это уж все она с Дальнего Востока вся была переброшена из Приморья в западную часть страны. Но, с другой стороны, ну, все раз они видят, что сделали с Россией. Им четко сказали, ребята, только вот рыпнетесь. Если вы не будете сидеть ровно, точно такие же санкции будут применены к вам. Им был поставлен вопрос в лоб. Так, вы соблюдаете санкции или нет? Потому что, если нет, то точно такие же санкции, поскольку они токсичны, будут применяться к вам. Вы как? Готовы? Я думаю, что абсолютно не готовы, им нахрен это не нужно. Вот если бы еще раз компания прошла там за 3-4 дня, да, и Запад бы обосрался коллективно и принял бы, скажем, испугался бы и принял условия Путина, которые бы он им выдвигал. Ну, тогда да, ну, Россия это наш стратегический партнер, как говорят китайцы. Теперь мы можем спокойно то же самое проделать с Тайванем. Вообще все прекрасно. Но тут случился полный фиаск. И не только фиаско, скажем так, в смысле выполнения целей, а фиаско такое, что вот эта вот картинка, она вся пошла на Запад. И Запад, еще раз повторюсь, он вдруг взял и как-то объединился. Даже те же немцы, твою мать, уже Путина посылают вперед и прямо вообще. Об этом даже месяц, может полтора назад нельзя было даже подумать. Поэтому Китае-то нахрен не сдалось вот это вот такое, иметь такого стратегического партнера и иметь хоть какие-либо ассоциации с таким вот стратегическим партнером. Еще вопрос. Зеленский сегодня буквально утром, это была новость, шаг за шагом мы идем вперед в переговорах с РФ. Вот вопрос, о чем эти переговоры? Мы ведь толком-то не знаем. Что обсуждаем? Это вперед мы идем к чему? Еще раз, идете вы вперед к прекращению огня. И попытки зафиксировать некое равновесие на Земле. Вот к чему все идут. Вернее, всех толкают. Поэтому тактика затягивания переговоров, которую сейчас использует Киев, ну, на мой взгляд, она очень разумна и плодотворна. Потому что, еще раз, каждый лишний день этой спецоперации он приближает ваттенмахт к своему краху. И, в общем, экономику России к краху полному. Поэтому, чем дольше все это будет длиться, эта спецоперация, тем сильнее и сильнее будет переговорная позиция у Киева, я думаю. Другой вопрос, очень немаловажный, на самом деле. А, собственно говоря, какие полномочия у этой делегации, да, у российской, например, и какую информацию они доносят на самый верх. Доносят ли они правдивые, в том числе и генералы Министерства обороны. Верховному божеству доносят вообще реальную информацию. Он вообще понимает, что происходит на самом деле. Вот это вопрос лично для меня открытый. Абсолютно открытый. А все решения принимает Верховное Божество. Поэтому, сами понимаете, ни Лавров, ни переговорщики без, скажем так, одобрения свыше никаких решений принять не могут. И вопрос, а какую информацию они доносят наверх. Поэтому, да, может быть, ситуация будет складываться очень резко, не в пользу, скажем, сил, проводящих спецоперацию на Земле, но, скажем, человек, который принимает решения, он будет ни сном, ни духом. Понимаете, информация есть или нет. Вот и все. В ответ на этот вопрос я не знаю. Давайте слушаем информацию. Но по предыдущим действиям я подозреваю, что Верховное Божество не обладает полнотой информации от слова совсем. Соответственно, он базирует свои решения на тех данных и той информации, которая, мягко выражаясь, не соответствует действительности на Земле. Вот и все. К сожалению. Степан Геннадьевич, я думаю, что на этой оптимистической ноте мы можем поставить, по крайней мере, запятую. Я буду вас сильно пытать. Надеюсь, что все будет хорошо с приходом потепления, включится здравый рассудок, и все будет наилучшим образом для всех нас присутствующих. Хочется надеяться. Очень хочется надеяться. Я просто попрошу, если вы чем-то можете помочь тем, кто пострадал, пожалуйста, обязательно сделайте. Это даже чашкой чая, горячей едой или одеждой, пожалуйста, помогайте. Если уже произошло, нужно спасать. И внизу будут реквизиты, пожалуйста, Ахмадед, любые больницы, лечебницы и так далее, госпитали. Помогайте. В первую очередь детям, женщинам и всем остальным. Спасибо большое, Степан Геннадьевич. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.